Приветствую вас. Мой ответ, скорее всего, вам не понравится, но тем не менее. Основная проблема ваша заключается не в том, что вы правильно поступили, взяв отпуск, без содержания, чтобы сохранить свое здоровье. Основная проблема заключается в том, что ваш ребенок не самостоятельный. Основная проблема заключается в том, что ваша дочь не самостоятельна, ей не нужно учиться, ей не нужно делать уроки, она этого делать не хочет. Она не чувствует ответственности. Эту ответственность за нее берете вы. И вы берете эту ответственность за нее для того, чтобы она училась хорошо, потому что вам важны оценки. Но от подобного делания уроков ваша дочь не приобретает ни новых знаний, не занимается чем-то интересным, а наоборот уроки воспринимается как каторга. Но будет ребенок, сделает столько, сколько хочет. Будет ребенок делает уроки так, как он хочет, пусть не сделает вообще уроки, если не хочет. И пусть сама она отвечает за последствия своих действий. То есть вы делаете сейчас, вы делаете жертву себя, вы делаете жертву ее, вы вкладываете в нее огромные ресурсы. Вы будете ждать потом какой-то отдачи, а ее не будет. У ребенка будет отвращение к учебе и к, может быть, даже родительской фигуре за то, что постоянно была с ней в это время. И так далее. Знаете, по факту, по факту, здесь школа и обучение это самая настоящая кабава. Это не выбор, это не образовательный процесс, интересное изучение нового, всякое такое, это кабава. Ну и вот, как бы, в этом ваша проблема. Что вы берете на себя ответственность за ребенка. То есть до первого класса вы не научили ребенка. Ответственности не разграничили свою ответственность и ответственность ее, ее дочери, я имею ввиду. Вот. И, соответственно, сейчас вы пожинаете плоды этого. Ну, хорошо, пока вы с ребенком вместе, пока вы можете ей помочь, там, и так далее, хорошо. Что дальше? Я имею ввиду, что дальше? Пройдет время, она станет взрослой, не научившись ответственности, как она будет жить. Привыкнув, что у нее есть мама, на которой можно положиться, в случае чего. И, понимаете, школа и обучение это не оценки. Оценки, это всего лишь показатель того, как у человека развиваются способности. У нас, и не только, оценки имеют социальный элемент. И все стремятся к хорошим оценкам, неважно каким способом. Но еще раз повторю, оценки это индикатор. Это индикатор развития маленьких людей, развития детей. Это индикатор их способностей, индикатор их склонностей и так далее. И все. А что, понимаете, в чем штука? Образовательный процесс, это школа социализации. Вы, эту школу социализации, я допускаю, что не только вы, сводите к кабале по деланию уроков. Звертывайте с собой. И так далее. Вот, какой нам. Здесь нужно исходить из того, что уроки ребенка. Столько его уроков, столько ее задачи, ее проблемы. Вот как может, сколько может, сколько хочет, столько и пусть хочется. Отвечать перед учителями будет сама. Я понимаю, что вам, что вы можете сказать в ответ что-то типа того, что мне будут преподаватели выговаривать, и всякое такое. Выговаривать будут, безусловно. Такая у нас система. Но вы можете сказать, что ребенок не хотел, что я буду его заставлять, и так далее. При этом, очень важно замечать, а что девочка делает хорошо, что девочке нравится, чем она хочет заниматься. Стараться это в ней развивать. Когда то, что несет неизмеримую пользу, становится насильственным, это вызывает обращение, желание убежать, спрятаться. ребенок уходит в виртуальный мир излишне, на улицу, и так далее. Понимаете? Поэтому, то, что вы делаете здесь, вы подчиняетесь определенному стереотипу восприятия образовательного процесса. Вам решать, будете ли вы делать или нет, так, но, вот, ваше текущее поведение, просто, ни к чему хорошему не приведет. Не для вас, не для ребенка. Это первое. Второе. Не менее важно. Суть вашего вопроса, хоть сводится к тому, чтобы мы сказали, кто прав, вы или ваши друзья, кто говорит вам о том, что вы неправильно сделали, что ушли в отпуск, без сохранения содержания. Но ведь здесь, по сути, вы хотите сказать, что вам важно мнение других людей. Здесь вы хотите сказать, что считаете, что кто-то может быть прав, а кто-то нет. На правый оба. И вы, и они. То есть, у меня есть ощущение, что вы, во-первых, склонны к категоричности, не видите полимеров, что, в принципе, одно и то же, и зависит от меня, от меня, от других людей. Это, вы транслируете дочерам, которые, вполне может быть, станет действовать, либо как вы, либо противовес вам. Подумайте, пожалуйста. это может быть неприятно, и это, скорее всего, неприятно. Это непривычно, это кажется невозможным, может быть, даже аморальным. Но то, что вы делаете сейчас, вы не действуете во благо дочери, действуете во благо себя. Вы просто приготовляете почву для будущей созависимости и зависимости вашего ребенка от общества, и от людей. Понятно, что зависимы мы все, от того, как мы живем в обществе. Но уровень этой зависимости, степень этой зависимости, глубина этой зависимости, интенсивность этой зависимости может быть разной. И можно сделать так, чтобы все атрибуты социальной зависимости человека были ровно такими, насколько это необходимо, а можно сделать, чтобы они были тотальными, чтобы они были глобальными, чтобы они были превалирующими, так, чтобы не оставалось места ни на личность, ни на выбор, ни на собственное психологическое пространство и так далее. Решать было. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго и принять верное решение. Ибо касается оно не только вас, но и вашей дочери. логистик, я я желаю вам Продолжение следует...